Рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. Да, с мобильника. Ну, что поделать. Недавно, буквально пару дней назад, произошла небольшая проблемка. В общем, перегорела лампочка индикации на приборной панели. Здесь вот перегорела лампочка ближнего света. Жутко бесит. Вот, все индикаторы работают. Вот сейчас ближний свет включился, а индикатора нет. Соответственно, будем решать вопрос. Будем разбирать целиком приборную панель. Приборная панель разбирается очень легко. Это вариация шевинивы с бортовым компьютером. Один саморез находится вот здесь. Необходимо будет вытащить бортовой компьютер. Один находится под этой заглушкой. И два самореза вот они. Снимаем облицовочную крышку. Сбрасываем. Бортовой компьютер, наверное, придется отсоединить полностью. Сбрасываем крышку. Будем менять кнопочки. Вот, взятые кнопочки. И рассыпуха. Заодно такой небольшой тюнинг. Я вот взял и салонный. Вот это вот освещение светодиодное. Синий причем. Ну, обо всем по порядку. Вытащил заглушку рядом с указателем аварийного сигнала. Блин, надо было взять нормальную камеру свою. Используйте крючочки. Я вот отверточкой поколупал чуть-чуть вот. Чуть-чуть она у меня, зараза, подцарапалась. Ну, не снаружи, конечно. Я старался изнутри. В общем, если будете извлекать, это самая обычная вот заглушечка. Используйте крючочки, наверное, из проволочки. Оно довольно легко вынимается, но подцепить тяжело. Блин, аж вспотел. Кто ж так делает? Вот посмотрите. Еле вытащил бортовой компьютер. Блядь, он приклеен на двусторонний скотч. Кто так делает? Заглушки должны быть. Ну, защёлочки вот сбоку они обычно. Вот они они. Вот одна, вот вторая. Нахрена? Нахрена? Вот кому в башку приходит вот клеить вот так вот? Кто ж так делает-то? Вот придурки, господи, а кто у вас? Натерпелся. Думал, всё, нахрен, сейчас сломаю. Чё он не вынимается-то? Думал, сейчас все заклёпки эти переломаю. Ни хрена. Вот, спокойно. Вытащилось. В общем, нужно обязательно отметить все колодочки. Всё, наконец-то удалён компьютер. Отметил чёрный маркер. Мне очень хорошо видно, но вот мне будет достаточно. То есть, компьютер левый, левый, правый, компьютер правый. Всё хорошо. Продолжаем снимать. Вот теперь получился у нас доступ к одному саморезу. Доступ ко второму саморезу. И для того, чтобы снять комбинацию самоприборов, вот он один, вот он второй саморез. Всё. Отвёрточка крестовая. Снимаем панель. Панель снимается, насколько я знаю, вот здесь. Это лапка, которая заходит. Поэтому саморез только с этой стороны. Он фиксирует всего-навсего. То есть, для того, чтобы её снять, нужно будет открутить четыре самореза, потянуть на себя и в сторону пассажира отодвинуть. И тогда она выскочит в лапки. Очень осторожно нужно быть здесь. Я посмотрел по книжке. Здесь четыре или три, что ли, направляющих. Стандартные клипсы, металлические такие уголочки. И нужно будет осторожно её снимать. И чтобы она потом обратно попадала в пазы при установке. Но это ерунда. Тут ничего не потеряется. Всё, максимум попадёт под ноги на коврик. Всё вытащено. Вот они четыре. Одна колодка. Ну, понятно, тут не промахнёшься. На аварийку. И, соответственно, вот четыре колодки. И все их я сейчас подпишу по порядку, чтобы не потерять. Соответственно, будет сразу понятно, где верх, где низ. Но, мало ли, дурак, перепутаю. И, соответственно, вот эти четыре скидываем. Стараемся не потерять, разумеется, внутри. Скидываем все приборы. Вот эта клипсочка. Вот она. Её нужно аккуратно вытаскивать. Потому что кнопка мешает клавиши габаритов и ближнего света. Вот то, что постоянно мешает, раздражает. Вот, вот, как-то она, ну, видимо, направляющая раздрочилась или что-то ещё. Ну, габариты нормальные. Ну, а ещё и габариты сами отжались. Ну, то есть, крантец. Заменяем на новую. Меняется очень просто. Как всегда, отжимаются две направляющие. Готово. Снято всё. Подписаны. Аварийка. Первый, второй, третий, четвёртый. По порядку. Плюс всё остальное. Всё. Теперь остаётся снять саму комбинацию приборов. Она держится ещё на двух саморезах. О, вот он один. Вот он второй. Снимается вся комбинация приборов. Вытаскивается на себя аккуратненько. А, нет. Вон ещё, вон им есть саморезик один. Я так подозреваю. Да, и ещё один. Ну, может быть, это сама направляющая. В общем, сначала выкрутим вот эти два верхних. А там будем смотреть. И уже доберёмся, наконец, до замены. До замены непосредственно самих лампочек. Я ещё и другие поменяю. У меня их такая рассыпуха. Колодка одна. Тут не перепутаешь. По-другому не подключишь, как выяснилось. Ну, и ладушки. Но всё равно подписал. На всякий случай. Во всяком случае, буду знать, как что расположено. Вот так выглядит. Стриптиз, блин, шевроленьевый. Слева белый, справа красный. Колодок всего две. Отсоединяем. Вытаскиваем окончательно. Вот так она выглядит сзади. Это всё контрольные лампы. Это подсветка. С подсветкой разберёмся чуть позже. Ну, и контрольные лампы. Вынимаются они очень легко. У меня получается сдох средний. Проворачиваем. Достаем. Оказывается, кнопка, которую я приобрёл. Она тоже без подсветки. Но она хотя бы нормально включается. Хотя бы она не имеет проблем с включением. То есть она очень чётко отрабатывает. И сразу вот отдельно подвесил. И так. Значит, предварительный гламур у нас вот такой. Габариты. Всё, наконец-то. Лампочка габаритов загорелась. Вот она не загоралась. Так. Вырубаем зажигание. Включаем габариты. Выясняем, где ещё две лампочки забыл. Подсветки так. Ладно. Лампочка габаритов не ясна. Нужно выяснить ещё две лампочки подсветки. Средняя. Ни хрена. Так. Верхняя. Левая. Верхняя. Правая. Ну и всё. Соответственно, эта лампочка. Хорошая. Мы вставляем сюда зелёный диод. Если что, потом нужно будет просто вытащить. Перевернуть вместе с цоколем. Вот так вот они ещё просто вставляются. Вытащить, перевернуть вместе с цоколем. Засунуть обратно. О, долбаный российский автопром. Больше намучаешься собирать, нежели разбирать, чинить. В общем, всё готово. Новые кнопочки поставлены. Всё прям вообще. Вот даже вот прям вообще. Вот прям идеально. Ну и, конечно же, теперь новая подсветка. Такой градиент. Я решил поставить зелёный-синий-зелёный-синий-зелёный. Получилась вот так. В общем, красота. И синяя подсветка. Экранчиков. Мне кажется, вполне себе гламурно. Не настолько мерзотный, кислотный, зелёный цвет. Ну и, конечно, вот она, эта разнесчастная лампочка. Индикатор включения габаритов и ближнего света. Вот. Раз. Ну и, само собой, подсветочка вот так вот регулируется. То есть, диоды всё нормально, вполне воспринимают. Производителям Chevrolet Niva respect, конечно. Теперь я понимаю, зачем он был закреплён на двусторонний скотч. Потому что он просто вообще ни хрена не держится. Вот он раз, 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 оп, и клипсы вырвал. Всё. Чпок. Так он на месте. Ну, блин, ну, ей-богу, неужели нельзя вот как магнитолы делать. Ну, ладно. Подсветку как-нибудь вот этого всего. И вот этого всего тоже на светодиоды. Может вообще переключатель из-за меню. Ну, ладно. На это всё так. Поеду в гараж к корешам. Поменяю датчик фаз заодно. Вот как оно выглядит в ночном режиме. То есть, такой вот лёгкий градиент. Где-то я вообще что-то заблудился нахрен в этих чагирях. Короче, вот. Выглядит это всё дело вот таким вот макаром. Ну, мне нравится. Приятненько. Ну, наверное, я всё-таки поменяю жёлтые на белые. Ну, вот, которые по краям. То есть, ну, и в центре, собственно. Чтоб градиент был светло-синий, тёмно-синий. Как-то так. Потому что мне больше нравится так. Ну, и всё. И датчик фаз, блин, поменяли. Всё, блин, офигенно. Тачка, наконец, снова нормально. Прямо сейчас полпинка заводится. Братовой компьютер никаких ошибок не выдаёт. Вот так вот. И, соответственно... Соответственно, вот. На этом, собственно, действительно можно прощаться. Потому что дальше мне сейчас придётся двумя руками цепляться. Там впереди вообще жопа какая-то. Всем спасибо. И успехов на дорогах, так сказать. Не гвоздя вам, господа, не жезлы.